Всем добрый день! Посмотрим, что у нас сегодня происходит на небе. Ой, сегодня сложненькая картинка. Сегодня солнышко подошло к точной оппозиции к планете Уран. Независимо от знаков зодиака, рекомендую всем быть аккуратными с электричеством. Если у вас мокрые руки, не совайте их в розетку. Возможно, всякие перебои со светом. В общем, не чините электроприборы. Будет только хуже. И старайтесь не забывать в магазинах, в кафе, где угодно свои мобильные телефоны. Потому что Уран, вроде прочего, еще отвечает за такую технику. Итак, Луна сегодня переходит в знак Овен. Поэтому сегодня, как и принято, начинаем со знака Овен. То, что Луна перейдет в Овен, ничего хорошего Ов нам не обещает. У вас в ближайшие два дня будет такая, знаете, как он это скажет, повышенная конфликтность. Так что лучше себя держите подальше от общественности. Дома посидите, поспите. Ну, как раз в ближайшие выходные потом будет все нормально и более-менее гармонично. Если вы потерпите недельку, когда солнце выйдет из-за позиции к вашему знаку, то все у вас будет прекрасно. В общем, если у вас есть какие-то важные планы, отодвиньте их на неделю. Телец. А вот вам я бы рекомендовал какие-то важные серьезные планы наметить на ближайшие дни. Потому что где-то через неделю примерно солнце перейдет в скорпион и вам будет значительно сложнее. Что касается близнецов, у близнецов будет достаточно замечательная среда, четверг, пятница в следующей неделе. Приготовьтесь к тому, что вам могут сделать какие-то интересные предложения, вас могут пригласить там. Романтика, в общем, у вас начинается. Что касается раков, ракам рекомендую сегодня, завтра, послезавтра быть внимательными и осторожными. Вы попадаете в такую небольшую зону турбулентности, вас немножко будет, вам будет казаться, что вас никто не любит, что вас не ценят, не понимают. Потерпите три дня, потом все будет красиво и гармонично. Лев. Достаточно яркий, три дня ожидают львов. Наметьте себе какие-то вопросы, связанные со своей реализацией. Не удивляйтесь, если вам будут дарить цветы, подарки. Принимайте, пригодится. Что касается знака Девы. Могу пообещать Девам очень благоприятные понедельник, вторник, среду. Луна будет идти по знаку Телец и это очень благоприятно для знака Дева. Но постарайтесь быть более осторожными и осмотрительными. Где-то вот 18-го, 19-го числа. У вас может возникнуть такой небольшой диссонанс. Знак Весы. Ничего хорошего, когда Луна движется по знаку Овин, Весам сказать не могу. Но это будет буквально недолго. Суббота, воскресенье Луна уже перейдет, выйдет из-за позиции к вашему знаку. И все будет, то есть будьте готовы к тому, что суббота и воскресенье могут быть немножко напряженными у вас. Зато с 18-го, 19-го, 20-го число вы будете на высоте. Знак Скорпион. Скорпионам рекомендую быть аккуратными и осторожными понедельник, вторник. До и после делайте, что хотите, все у вас прекрасно. Но понедельник и вторник, повышенная осторожность, повышенная... Не конфликтуйте ни с кем. Знак Стрелец. Суббота и воскресенье обещают Стрелцам все только хорошее. Никаких проблем у Стрелцов не предвидится. Когда... Вот где-то в четверг-пятницу следующей недели, я бы порекомендовал Стрелцам быть более осторожными, воздержанными. И ни с кем не конфликтовать. Козерог. Суббота и воскресенье могут быть для козерогов немножко волнительными. Возможно, какие-то конфликтные ситуации. Возможно, вот вспышки... Как бы это сказать, не то чтобы агрессии, а откуда-то вдруг появится какая-то дурацкая ревность. Что-то вот такое у вас будет происходить. Куда-нибудь отправьте себя на субботу и воскресенье. Там отвезите себя на море, там где-то на природе посидите. Очень рекомендуется вот с такой луной посмотреть на текущую воду. Например, просто придите там где-нибудь у реки, посидите 10 минут, и оно очень снимет ваше напряжение. Что касается водолея... Вообще не вижу никаких проблем у водолеев. Действуйте как хотите, делайте что угодно, все у вас будет получаться. Особо благоприятный период для водолеев 19-20 число. Знак рыбы. Если рыбы наберутся немножко терпения, буквально через неделю солнце входит в скорпион, и у вас будет ближайший месяц такого повышенного фортовости. Ну и сейчас ничего. Опять-таки рекомендую 19-20 осторожность, аккуратность, а до и после более-менее гармоничную. Вот примерно такая картина. Еще раз не забудьте, что пока солнце в оппозиции к урану, будьте аккуратны с электроприборами. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова